МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С главными новостями этого дня с вами в студии Елена Семеновичева. Построение новой экономики, равные возможности для жителей и гарантированное будущее. Игорь Кошин представил бюджетное послание собранию депутатов Ненинского округа. На 25-й сессии глава регион рассказал о приоритетах при формировании бюджетов текущего и последующего годов в направлениях налоговой и инвестиционной политики. Нынешнее послание главы региона окружным парламентариям прошло в обновленном формате. Для наглядности слушателям представили презентацию с цифрами и графикой, из которых становится ясно – экономическое положение региона изменилось. В первую очередь оно касается цен на нефть, которая наполняет окружную казну на одну треть. Новая экономическая реальность требует новых решений. Главное требование бюджетной политики – это поддержка экономического роста. В нем заключается основная цель нашей совместной работы. За счет чего мы должны этого добиться? Первое – привлечение федерального софинансирования. Договор с Архангельской областью позволил нам привлекать средства федерального бюджета. Регион, который сегодня не вкладывается в инфраструктуру, завтра окажется на обучении экономического развития. Во-вторых, необходимо привлекать инвестиции частных компаний, в частности недропользователей. Третья задача руководства округа – перестраивание бюджетной системы. В первую очередь это сокращение затрат на администрирование. Первые шаги в этом направлении уже сделаны. В малых населенных пунктах прошла реорганизация библиотек и медицинских учреждений, которые были самостоятельными бюджетными организациями. На рынке образования, здравоохранения, социальной помощи, за редким исключением представлены только бюджетные учреждения. Отсутствие конкуренции делает систему неэффективной по сравнению с другими регионами, где давно существуют, к примеру, частные детские сады или частные медицинские центры. Новый подход изменит структуру занятости, а самое главное – повысит качество услуг для нашего населения. По мнению губернатора, необходимо продолжить государственную поддержку стабильно развивающихся предприятий. Так, в прошлом году округ выделил средства на обновление авиапарка воздушных судов Наринмарскому объединенному авиаотряду. Ненецкой компанией электросвязи была оказана помощь в организации наземных каналов связи в населенных пунктах. Ежегодно выделяются субсидии оленеводческим и рыбодобывающим хозяйствам. Увеличена поддержка малого бизнеса. И в этом году появляются новые субсидии на производство продукции овощеводства, на поддержку начинающих фермеров и семейных животноуческих хозяйств. В два раза увеличено финансирование госпрограммы развития предпринимательской деятельности в Ненецком автономном округе. Особого внимания требует сфера ЖКХ. Модернизация инфраструктуры возможна посредством концессионных соглашений. Эта форма государственно-частного партнерства уже зарекомендовала себя в регионах. Так, в стране заключено 271 концессионное соглашение на общую сумму обязательств 71 миллиард рублей. При этом в этих регионах аварийность, теплоснабжение снизилось на 47%, теплопотери на 18%, водоснабжение на 21%. В Ненецком округе пока заключено только одно подобное соглашение. В то же время в бюджете региона необходимо предусмотреть средства на финансирование всех социальных мер поддержки. С 2016 года будут увеличены выплаты лицам старше 70 лет, сохранены в полном объёме доплаток пенсии, выплаты семьям с детьми. Подводя итог выступлению, Игорь Кошин подчеркнул, стабильность и развитие региона невозможно без поддержки и помощи жителей округа. 25-я сессия окруженных депутатов стала последней перед парламентскими каникулами. В повестке заседания значилось 42 вопроса, среди которых законопроекты в сфере социальной защиты населения. Из одобренных законопроектов поправки в устав Ненецкого округа и бюджет на 2016 год. Ненецкий округ вошёл в состав Арктической зоны России. Соответствующие поправки внесены в устав Ненецкого округа. Кроме того, в документ вошла поправка о принесении депутатами парламента торжественной присяги на первой сессии каждого нового созыва. Это предложение в стенах собрания депутатов озвучил Игорь Кошин в марте 2016 года. В двух чтениях принят закон о возвращении с 2017 года к трёхлетнему бюджетному планированию. Это обусловлено новой экономической ситуацией и необходимостью строить долгосрочные прогнозы. Так, в этом году регион дополнительно получает 816,5 миллионов рублей, 814 из которых – федеральные средства. Депутаты определили все отрасли экономики, куда будут направлены деньги. Это средства целевые, поэтому они сегодня приняты решение и направлены на, прежде всего, строительство социальных объектов. Это строительство детского садика на 220 мест в районе, микрорайоне авиаторов, 73,4 миллиона рублей. Кроме вот этих федеральных средств и средств окружного бюджета, наша нефтяная компания «Росвет Петра» также выделяет 30 миллионов рублей на строительство этого детского садика. И мы полагаем, что этот детский сад будет построен уже в конце следующего года. На строительство ещё одного образовательного объекта в районе авиаторов будет направлено 115 миллионов рублей. Возведение нового здания школы номер 3 обойдётся округу в немалую сумму – 2 миллиарда рублей. Поэтому федеральная субсидия будет с существенной поддержкой региональному бюджету. Окончание строительства намечено на конец 2019 года. Ещё 10 миллионов 700 тысяч рублей будет направлено на строительство школы на 100 мест в Тельвиске. Часть субсидий пойдёт на реконструкцию и строительство дорог. Внесены в окружной бюджет и поправки в части обеспечения социальной защищённости населения. Так, многодетные семьи получили право на единовременную выплату вместо земельного участка. Семьи, имеющие детей-инвалидов, теперь могут расходовать средства материнского капитала на приобретение средств реабилитации. Расширен перечень лиц медицинских работников, которые получают компенсацию на аренду жилого помещения. Мы хотим, чтобы на нашей территории сохранялись в том числе и кадры, высококвалифицированные. И вот эту сторону вопроса мы сейчас постарались отрегулировать. Речь идёт о том, что врачами среднего медперсонала была предоставлена мера поддержки из нашего бюджета, которая компенсировала им часть затрат на поднаём жилья. В настоящее время мы решили данный вопрос оказания материальной помощи и компенсации в этом виде, в том числе и младшему медперсоналу, оказать. Но в то же время уменьшить срок с 10 до 5 лет. При этом получатели компенсации на прежних условиях сохраняют все свои льготы в полном объёме. Предусмотрена в бюджете и поддержка частных детских садов. Она позволит ликвидировать очередь в детские сады в Наринмаре и обеспечить равные условия получения дошкольного образования. Благодаря окружной субсидии частные детские сады смогут снизить стоимость получения дошкольного образования до уровня бюджетных учреждений. В целях выполнения поручения президента России губернатору округа вводится новая субсидия на обеспечение деятельности частных детских садов. Создаются равные условия финансирования частным образовательным предприятиям, оказывающим услуги по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста, в основном от 1,5 до 3 лет, и государственным образовательным учреждениям. Также на 25-й сессии были одобрены законопроекты о снегоходных маршрутах в Ненецком округе, об управлении государственным имуществом. В первом чтении приняты законопроекты о сокращении отпусков государственным и муниципальным служащим, о введении штрафов за несанкционированный выход на лёд. На основании обращений жителей округа будет возвращено вещание телеканала «Север» в пакете Триколор-ТВ. Быть в курсе новостей региона позволят 13,5 миллионов рублей, выделенных в окружном бюджете. Новости НАУ-24 станут доступны пользователям планшетов и смартфонов. Для мобильной версии портала разработан дизайн и специальный интерфейс. Это сделано для того, чтобы пользователям было удобнее читать новости за смартфонов и планшетов. Впервые за четверть века учёные провели авиаучёт животного мира на острове Вайгач. В Харуте построят школу-сад на 50 мест. Решение о финансировании строительства объекта принято в ходе заседания администрации Ненинского округа. В настоящий момент образовательное учреждение «Детский сад» посёлка Харута располагается в двух зданиях 1960 и 1973 годов постройки. В новом двухэтажном здании будут располагаться помещения пищеблока, прачечный медицинский блок, три групповые ячейки для смешанных групп, блок для первого класса с группой продлённого дня. Предусмотрен кабинет психологической разгрузки и познавательного развития, прогулочная веранда, зимний сад, зал для физкультурных и музыкальных занятий. Строительство школы-сада предусмотрено региональной программой создания новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения на 2016-2025 годы. В ходе реализации проекта должны быть решены задачи по обеспечению односменного режима обучения учащихся с 1 по 11 класс общеобразовательных организаций и перевода обучающихся в новое здание общеобразовательных организаций из зданий с износом более 50%. Программа рассчитана на два этапа. Первый этап – 2016-2020 годы, второй этап – 2021-2025 годы. Новое здание общей площадью порядка 1500 квадратных метров должны сдать в эксплуатацию в 2018 году. Необходимый объем инвестиций составляет порядка 195 миллионов рублей. При этом в 2016 году на проектирование и начало строительства планируется направить около 20 миллионов рублей. В Нинницком округе началась подготовка к новому учебному году. За летний период необходимо отремонтировать 82 образовательных учреждения. На эти цели в бюджете предусмотрено порядка 44 миллионов рублей, в том числе 17 миллионов на ремонт школ, 23 миллиона на детские сады и 3 миллиона на учреждения среднего профессионального образования. Специфика ремонтных работ в каждом учреждении своя. Где-то необходимо поменять систему отопления, где-то починить полы. Несколько учреждений образования должны выполнить предписания надзорных органов, обеспечить пожарную безопасность и привести в соответствие санитарное состояние зданий. Есть у нас замечание санитарно-эпидемиологического законодательства. Прежде всего это от Роспотребнадзора. И здесь сегодня это связано прежде всего с вывозом твердых и жидких бытовых отходов. И вот эта проблема, с которой мы столкнулись, она должна решаться в комплексе. Здесь это оборудование прежде всего вопрос. Внутреннее должна быть сеть канализования. Это обеспечение беспрерывной подачи холодной и горячей воды в помещениях, пищеблока, медицинского назначения, туалетов и так далее. Работы по обновлению зданий уже начали три детских сада и социально-гуманитарный колледж. Косметический ремонт проводят в начальной школе-саде в деревне Верхняя Пёша. В детском саду у нас, например, пять воспитанников. У нас здания очень маленькие по площади, потому что детей у нас мало, никогда много не было. Две группы покраска полов в одной группе, в другой покрытие пол и линолеум, побелка потолков в детском саду, вот в этих двух группах. Не тот кабинет, покраска пола. В кухне у нас побелка потолков и стен. В школе у нас все полы покрыты линолеум, поэтому мы с ними ничего делать не будем. Стены у нас тоже стены хорошие, они оббиты. Фанеры и покрашены краской просто. Мы будем их обтирать как бы влажной тряпкой, всю пыль убирать. В коридоре будет, в парзале пол покрасен у нас, и в коридоре у нас тоже будет краситься пол. Ну и крыльцо у школы тоже, веранда будет покрашена. На все работы в школе выделено 150 тысяч рублей. Закончить ремонт планируется к 1 августа, когда начнет работу межведомственная комиссия по подготовке образовательных организаций Ненецкого округа к началу учебного года. Отремонтированные здания пройдут проверку Роспотребнадзора, Роспожарнадзора, ОВД России по Ненецкому округу, профильного департамента и глав муниципальных образований. В ходе обследования зданий комиссия также проверит документы учреждений и оценит работу по устранению замечаний надзорных органов. Новости информационного окружного агентства НАУ-24 станут доступны пользователям планшетов и смартфонов. Ненецкое информационное агентство 24 запустило мобильную версию портала. Для мобильной версии портала разработан дизайн и специальный интерфейс. Это сделано для того, чтобы пользователям было удобнее читать новости со смартфонов и планшетов. Обычная версия перенасыщена всякими сервисами разными. Это и календари, и карты новостей, много картинок очень большого объема. А мобильная версия представляет собой упрощенный вариант нашего портала. Соответственно, с учетом того, что интернет не очень быстрый, открывается все и читается очень удобно. Нет горизонтальной прокрутки, есть адаптированное меню специальное для телефонов и планшетов, форма поиска. В принципе, всем основным функционалом данная версия обладает. Для того, чтобы попасть на мобильную версию нашего сайта, достаточно браузер в адресной строке ввести на l24.ru и будете автоматически переадресованы на мобильную версию, которая есть на главной странице и ленты новостей, и внизу рубрики. В мобильных устройствах облегченная версия отображается автоматически. Для тех, кому привычнее читать новости в прежнем режиме, в меню есть функция «Полная версия». В перспективе планируется разработать мобильное приложение для телефонов на платформе Android и iOS. Разработчики рассчитывают запустить его к Новому году. Асфальтовый завод Наринмар-Даримстрой приступил к работе. Единственному поставщику дорожного материала предстоит изготовить асфальт на ремонт семи улиц. В середине июня в Наринмаре начал свою работу асфальтовый завод. В этом году Наринмар-Даримстрой планирует изготовить более 12 тысяч тонн асфальта для ремонта городских дорог. Предприятию предстоит привести в порядок пять городских и две межмуниципальные улицы. Перед запуском на асфальтовом заводе провели полное техническое обслуживание. Были выполнены ремонтные работы и практически полностью восстановлено оборудование. Также поменяли горелку, что позволило значительно снизить расход топлива и ускорить процесс разогрева битума. В этом году, как и в прошлом, для изготовления асфальта будут использованы минеральный порошок. Он позволит улучшить сцепление между щебнем и битумом. В сутки асфальтовый завод может выпускать 820 тонн асфальта. И это не максимум, говорит старший производитель работы Евгений Оловацкий. Все в зависимости от погоды, от подачи материала и от того, как быстро его ложат. Ну, я говорю, это где-то у вас устремленное такое. Его работа завода вообще, мощность завода при идеальном 45 тонн в час. Ну, в среднем, я говорю, когда, как выходит. За процессом изготовления асфальта следит Александр Володарский. Специалист работает на заводе уже более 20 лет. Весь процесс производства асфальта. Поступление материалов в барабан, нагрев, потом подача на грохот, потом от горхотка идет, раздел по фракциям, дозировка фракций. И уже сместители добавляются битуми, уже изготовляется асфальт. Горячий продукт вывозится на место укладки и поступает в распоряжение квалифицированных асфальтоукладчиков и дорожников. В планах на Ринмардо Ремстроя купить собственную лабораторию для анализа качества асфальта, что гораздо сократит сроки ремонта дорог. Дмитрий Марков, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север. Ученые провели авиаучет животного мира острова Вайгач. Впервые после постсоветского периода Международная экспедиция Арктический плавучий университет 2016 подсчитала и зафиксировала колонии птиц, белого медведя и белух. Обследование животного мира проводилось на научно-исследовательском судне Северогидромета профессор Молчанов. Во время экспедиции на Вайгаче работала группа орнитологов с использованием уникального легкомоторного двухместного самолета-гидроплана. Полученная информация войдет в Национальный атлас птиц Европейской части России. В базу данных – птицы Арктики и позволят формировать точки земной поверхности. В последующем они станут местом постоянного мониторинга. Остров Вайгач в Ненецком округе площадью около 3,5 тысяч квадратных метров находится на границе Баренцево и Карского морей и отличается самым массовым гнездованием водоплавающих птиц в западной части Российской Арктики, редкими видами растений и животных. На Вайгаче образован природный заказник регионального значения. Сейчас идет речь о перспективе создания на острове Национального парка. На территории острова более 4 тысяч озер, живописные скалы и водопады. Здесь также расположены древние святилища ненцев. Около одной тонны литров алкоголя и более 800 пачек табачной продукции. Полицейские округа изъяли очередную партию контрафакта, реализуемую через социальную сеть «Друг вокруг». За пять месяцев полицейскими составлено 30 административных протоколов, связанных с незаконным предпринимательством и незаконным оборотом алкогольной продукции на территории округа. В том числе по фактам незаконной продажи через социальную сеть «Друг вокруг». Если вы обладаете информацией о подобных фактах и о других нарушениях в сфере оборота алкогольной продукции, вы можете сообщить об этом в ОМВД России по НАО. Кроме того, сотрудниками ОМВД с начала года проведены проверки 47 объектов розничной сети, реализующих алкогольную и спиртосодержащую продукцию. Проверки проводились на Ринмаре, поселке Искатели, а также в сельской местности. Такова была информационная картина дня. Увидеть новости вы можете также и на нашем сайте адрес trksever.ru. Далее прогноз погоды. Продолжение следует...